Меня зовут Эдита Филь, я музыкант, играю на флейте, даже на многих флейтах. Кроме этого, занимаюсь организационной деятельностью, организую просто как раз культурные мероприятия. Дыханием не занималась, но насколько я духовик, мне очень было любопытно, интересно, и вообще я очень хотела попробовать. Как-то до момента, когда я пришла к вам на курс, не получилось просто найти что-то, чтобы настолько привлекло, потому что пранаяма в процессе хата-йоги, она как-то является очень закрытой, мало доступной. Как человек хочет просто даже, который занимается йогой, попасть, не уж так это просто. Как-то всегда есть такая передача, что это потом, потом, когда-то, как через 15 лет ты позанимаешься с телом, то потом ты сможешь позаниматься дыханием, а я вижу, что у меня времени уже нету, годы бегут. 20 лет лишних как-то, нет? Да. И вот очень захотелось просто найти что-то, чтобы намного более продуктивно начало работать. Вот, и я случайно просто нашла в интернете, вот. Конечно, сначала с большим недоверянием, потому что в интернете, как видишь сообщение, никогда не знаешь, насколько можешь этому поверить. Кроме этого, видишь, что мастер молодой, а у него достижения такие, ну как это так может быть, да? Ну все такое, идем на вступительные, идем просто занятия. Но я как пришла на занятия, у меня сомнения сразу отошли. У меня не было ни сомнений, что идти, не идти дальше на курс. Просто я поняла, что я словила своего коня, да? Что наконец-то вот пришло то, что было нужно. Поэтому здесь, да, я считаю, что мне посетила большая удача. Но на самом деле повлияло это сразу на увеличение гармоничности дома, насколько очень, но не всегда просто в семье, как есть дети. Это не просто история, как кто-то говорит, что просто, значит, не знаю, у него удача редкая. А здесь как раз действительно сразу более гармонично. Даже и дети стали себе лучше вести, как ни странно. Иногда я, например, возвращаюсь домой после работы и думаю, вот, я прихожу, я делаю прожекшн, да. Сейчас я приду, и они будут себе так вести, так. Я прихожу, и они действительно, они не дерутся, они ведут себе лучше. Это плавиция, намерение, да? Да, но это намерение насчет дома. Но насчет работы, сейчас для меня очень интересно как раз работать с большим осознанием всех вещей, которые происходят с нами в плане энергетическим, например, как играю на сцене. Раньше я, например, всегда думала, чтобы через сердце как-то самому себе получалось, чтобы думать про это. А сейчас, ну, я всегда сутулилась очень сильно. Я поняла, что этот же человек сутулился, он очень много теряет, он как раз не может подключаться к верху. Это все блоки, которые идут, да? И мне тоже во время первых всех, до тех пор даже дыханий, вот я чувствую, что этот блок, он потихоньку, потихоньку только отпускает. И что, возвращаясь к сцене, что как стать на сцене и думать про подключение вообще просто другое управление. Например, я всегда, у меня легко в плане музыкальном красиво сыграть, но я всегда что-то теряю, какие-то технические детали. Что-то улетело, что-то сознание вылетело. И здесь, после как раз уже которого там был очень такой серьезный концерт, я первый раз сыграю просто все ноты, которые надо было сыграть. Там ничего не вылетело, не убежало. И это реально просто работа с вниманием и осознаем в себе. Я вижу, что это, конечно, путь. Тут благодаря курсу «Три элемента» получилось там, да? Да, но там же на курсе «Три элемента» — это не только, что мы ходим на занятия, там же есть конкретные упражнения, которые мы делаем между занятиями. И как так это, конечно, все в комплексе работает. Я бы что, чтобы сказать вообще, что для меня было первым сильным впечатлением, что предыдущий период, до этого, как я пришла, осень, безумно тяжело было. Мне просто в плане физическом так не хватало энергии, что это просто было, ну, что-то ужасное. Закрыть тяжело сутку было, чтобы дойти до следующего сна, до следующего сна очень тяжело. Здесь буквально одно занятие. Мне просто как бы подключили просто мега какую-то батарейку. Я просто прихожу, она мне, может, смотрит, что-то я всегда с работы прихожу. Здесь просто полный. И при этом у меня бывают такие периоды, например, после концерта человек приходит накручен, но потом еще больше. Это адреналина как-то этот кредит себе берет, да? Но потом его надо отдавать, а здесь отдавать не надо. Вот такая разница. Я думаю, что это ощущает каждый, который попробует. Здесь просто надо попробовать. И это такой, ну, потом уже на подлиннее периоды можно увидеть, что это повлияло на то, что изменилась жизнь. Но у человека, может, не хватит терпения, он пойдет на первые занятия, у него вся жизнь не поменялась, да, после первых занятий. Но первый эффект, который сразу ощутим, даже после этого вступительного просто занятия, он просто на виду. Субтитры создавал DimaTorzok